всем привет дорогие друзья меня зовут дмитрий и сегодня мы с тобой продолжаем играть немножечко world of sea battle чтобы я бы хотел начать с того что разработчики анонсировали обновления скоро выйдут фракции ребят вот эти вот приблизительно на вот эти вот вот выйдут фракции будет глобальное обновление с фракциями там будут и пиратские фракции фракции пиратской торговые фракции боевые фракции что там только не будет круг куча изменений в балансе как я понимаю но именно я имею сил изменение баланса сил очень все тут поменяется игра колоссальные изменения претерпит вот приблизительно как сказали разработчики это произойдет 17 ноября то есть буквально уже через месяц но есть там дату них не сдвинется вот посмотрим что там будет принципе игра то останется та же самая но там изменится задача так сказать но почитав данное обновление можно немножко почитать либо в группе вконтакте у них либо в телеграме и почитает почитав это обновление я понял то что для меня от особо ничего не изменится потому что я как занимался тем чем занимался я так и буду ребят дальше заниматься то есть мне в принципе на эти изменения как да как то и как это сегодня мы с тобой что делаем во первых я перевез перенес угольную шахту меня раньше вот здесь было я перенес сюда поближе запитал ее до 4 уровня прокачал угольная шахта теперь здесь и на ней порционы есть также смолу тоже вот сюда перенес поближе теперь она у меня вот здесь вот работает раньше вот здесь вот работал в правом углу перенес тоже ближе чтобы здесь работала и все было хорошо здесь все поближе все у меня работает порционно везде есть потихонечку все вырабатывается ресурсы вот сегодня задача какая продать сахар почему сахар потому что у меня уже накопилось 8000 сахара надо продать он лежит он мешает также я бы хотел бы сегодня выполнить на этот как вон рок изобилие рок изобилие ребят нужно выполнить для шарика за сделки купли и продажи на бирже на сумму в 10 миллионов золота за одну игровую сессию вот мы с тобой ее выполним и наверно прямо сейчас мы ее попробуем выполнить каким образом она выполняется берете не знаю сейчас выполнится нет возможно разработчики пофиксили это вроде как говорят так можно ставим берем биржу выставляем ресурс я буду уставлять марки потому что их много то есть нужен какой-то вам товар которого у вас много чтобы вы сразу могли выставить на 10 миллионов допустим я боевых марка много берем выставить минимальная цена мы сразу вставляем максимум то есть за 6000 одну марку будем продавать им здесь теперь регулируем до 10 миллионов мне нужно чтобы вот стоимость товара не налог именно а вот именно стоимость товара было 10 миллионов мы сейчас вот отрегулируем на скольки там уж особо не переплачивать ну пускай 10 600 будет не одеть 600 как много я эту я не могу столько потратить вот да можно принципе ровно да наверно 680 знаете по нулям мне 9600 не получится лед ну что ты игра что ты будешь делать на собака вот так вот вот ну пускай будет так 1670 марок мы ставим за 6000 каждую то есть в результате что получается то что стоимость товара будет 10 миллионов нам должны засчитать это достижение но при этом на при выставлении данного товара я должен заплатить налог в 1 миллион то есть миллион ребят я потеряю у меня благо есть 5 миллионов вот миллион у меня сейчас пишут не обязательно выставлять какой-то товар который ну вот вот так вот по какой-то цене да вам просто именно задача в том чтобы вы за одну игровую сессию то есть выходить из игры нельзя за одну игровую сессию должен на торговать на 10 миллионов вот зачем разработчики так сделали то что за одну игровую сессию надо именно на торговать я не понимаю почему нельзя было сделать но убрать этот приоритет до то что за одну игровую сессию сделал там не знаю ну 20 миллионов игрок бы самого начала игры ну вот как он только зарегистрировался в игре играет то есть он бы уже начал потихонечку выполнять бы это задание потому что зачем это за один я не не понимаю на кого это рассчитано за одну игровую сессию а если меня там интернет вылетит еще чего-то то есть разработчики немножко неправильно делаю то есть они не думают об игроках вот ну короче говоря миллион я сейчас отдаю выставляем купец но мне не дали я не вижу купец за 1 миллион за одну игровую сессию мне дали миллион я потратил а вот рока забили все за сделку купли-продажи на бирже в 10 миллионов смотрим до рока забили и есть все грамотно фракции я получил эту репутацию я прокачал у берегового брата братство рока забили у меня теперь есть легендарные корабли мне осталось еще одной легендарной корабли ребят мы с мы купим с вами в следующей серии нептуна да как я помните говорил я хочу нептун купить вот посмотреть пушки серпантином на него скрафтим попробуем на нем чисто пиратов пофармить вот ботов посмотрим на что что он из себя представляет вообще по характеристикам он мардаун ту не особо уступает у него скорость только чуть пониже на 04 маневренность на 5 единиц меньше зато броня выше трюма до меньше но при этом экипажа больше пушек больше то есть он такой более боевой но по скорости маневренности он в принципе мардаун то не уступает мардаун то как я уже говорил очень хороший такой корабль для фарма пиратов для фарма там звездявых но 1 звездочных 2 звездочных он очень хорош да и кстати что мы делаем теперь заходим в торговый дом так как мину никто мне по 6 тысяч золотых за одну марку покупать конечно же не будет вот мы просто снимаем вот да и получить возврат предложение к мин но боевые марки возврат на склад до марки мне вернули но комиссию мне никто не вернул да вот такие вот обидки ребятам так чё у нас сегодня с тобой нам нужно с тобой свозить сахар то есть рог изобилии мы с тобой сегодня получили таким вот образом еще раз говорю то что не обязательно именно вот как я делал да вы можете какой-то реальный товар выставить действительно продавать его но эти 10 миллионов которые вы получите должны получить вы должны получить за одну игровую сессию то есть не выходя из игры ну из игры может и вылететь и так далее так далее мы это компенсируем миллион который я потратил моего компенсируем мы продадим с тобой испопеляющие они мне не нужны я отыграл в игру уже триста сорок часов я ни разу ими не пользовался значит что правильно они меня нахрен не нужны будем выставлять их наверное в сураку я их выставлю за мускок там если я вот допустим по чисто вот так вот по 18 тысяч я их выставлю в сураку но 2 700 мы получим с тобой ну по 500 если налог еще убрать ну 2 500 нас половина миллиона мы с тобой получим вот на еще одна цель появилась небольшая маленькая такая я хочу знаете что ребят я хочу получить нет не здесь медальку хочу получить знаете за что да вы наверное поняли уже за что за вход в порт с 10 миллионами золота на счету то есть надо 10 миллионов накопить и зайти просто в порт хочу вот эту ачивочку получить зачем она нужна ее можно ставить то есть я может поставить на около того ника вот эта медалька будет вот сейчас меня стоит клевер за два личных острова почему кстати за три личных острова здесь нету никакой медали есть только за два личных а за три личных острова почему-то нету медальки разработчики обленились и не вели потому что осуждаю осуждаю разработчиков люди там стараются третий остров там за сколько там тысячу черепов надо это охренеть сколько они даже никак не не наградят человека какой-нибудь финтифлюшкой также у меня есть товар короче какой короче у меня есть товар у меня есть так можно найти в южных регионах в южных регионах в арабских вот в арабских у меня ковры есть и шелк в арабских не говорили ну профессионалы этой игры то что можно в принципе в сан-мартинесе их продавать то есть это ну на южных эти арабские короче вещи можно продавать на южных берегах не знаю если разница в северных если эти ковры повезу на север дороже они там нет мне люди сказали продаваях гордыть все ковры продавай продавать сан-мартинесе говорит кто-то год мне там говорил шелк вот в арабских регионах можно найти давайте продадим по 88 сколько мы получаем нет вот почему нет кнопки продать все вот этого не хватает 25000 дамы с тобой получим 25000 раз получили и ковры по 41 можно продать здесь 16000 ну 40 тысяч мы раз получили с тобой о чем еще там есть южная 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 это север северных так южные южные в арабских вот еще корицу можно продать для чего я делаю для чего продаю просто освободить освободить ребят склад нахрен это здесь надо еще фрагмент чертежей мне надо выставить точно ребят точно мне надо выставить фрагменты чертежей фрагменты чертежей давайте выставим они нахрен не нужны я не знаю что из них крафтить вообще их можно он продать людям по 16000 отдать их и все продать но мы с тобой немножко евреи в душе вот по 23000 продают на покупают точнее продают продают по 23000 мы с тобой выставим мы же евреи правильно но мы хитрые евреи мы с тобой выставим не по 23 а мы с тобой выставим как в магазинах эльдорадо по 19999 по любому купят понимаете это самая привлекательная цена 19999 конечно некоторых может отвлечь эта цена они подумают что 199000 типа знаете я решил тут есть такие люди которые мухлют с цифрами вот немножечко сбивают людей с толку вот но я поставлю за 19999 82 чертежа это нам выйдет ну минус налог короче полтора миллиона кто захочет как говорится тот купит на тот купит кто захочет полтора миллиона мы здесь заработали плюс мы еще с тобой заработаем сегодня на как я сказал на оружие да еще раз сколько там уж у меня из башки вылетел извините я старый ребят не помню ничего мы допустим ему по 18000 до буду продавать вот 18000 еще миллион триста но минус комиссия но еще так но 4 миллиона короче мы сегодня с тобой заработаем плюс сахар до 4 миллиона короче плюс сахар там 400 тысяч ну 4 миллиона и того у нас будет 8 миллионов и того я еще наверное возьму из мастерской своей сундуки с золотом я их открою и в общем плюс минус у меня будет 10 миллионов я получу ачивку да так это я все забрал сахарочки я забрал я в принципе могу отсюда забрать еще кофе вообще но дорогой вот вот я вот если вот кофе повезу 2930 масло вообще не выгодно да табак табак можно табак можно забрать остальное не выгодно кофе 25 нет ладно мы забьем это все сахаром выйти в маяка подождите меня там все стоит апгрейды там это все пошлите выйти в маякам да вот такие сегодня у нас товарные дела ребят ух ё-моё тут китя и 600 я такого в одиночку мочу но не сложно и он медленно дэн фриман так ветер как всегда мне в харю ребят это по законам подлости это по законам данной игры когда ты куда-то хочешь плыть тебе всегда ветер будет в харю именно в харю ребят я знаю что некоторым не нравится некоторые слова которые я употребляю их бомбит непонятно к с чего вот но именно в харю ребят наш по-другому я не знаю как это описать когда тебе надо куда-то плыть что-то делать а тебе ветер прям дует в харю я поплыл значит делать задание себе да деньги деньги делать а мне тут это ветер прям дует харю да кстати до сих пор встречаются люди которые говорят про то что моряки не плавают охоте а ходят да потому что моряк не плавает моряк ходит там это плавает говно ты что говно ребята я вам хочу рассказать одну притчу знаете как причет можно назвать же причем я увидел просто комментариях одного человека не у себя в комментариях а вообще комментарик так а дин pick знаете я бы сказал что в чем-то грамотный человек он сказал такой что знаете художники художники они не рисуют до а пишут художник он пишет портрет он не рисует но вообще на самом деле он рисует мы знаем у художники они не они рисуют опишут моряки моряки они не плавают что плавает говно они ходят артисты артисты они не выступают они не играют да они как они там говорят мы не играем мы служим настоящий артист в театре он служит если кто-то не знает они не играют что это низко фу как играть я служу театру вот и да вот такие вот люди и только летчики только летчики не выебываются и летают потому что если вы посмотрите что действительно летчики действительно не летают то что птица воздухе летает я не такие ну чё ну мы тоже будем значит летать как птицы как птиц понимаете остальные все начинают выебываться знаете вот единственно нормальные мужики это летчики так что вот так вот как хотите с этим так и живите теперь а мне все равно я плавал и я буду плавать вы может там ходить еще что-то там делать я говорю единственно кто ходил по воде это иисус христос по моему он и по моему моисей еще по моему ходил если моряки думают что они лучше иисус христа и там моисей или кто там еще помню тут ходил уж извините не знаю бог вам судья как говорится я плаваю вы можете делать что хотите вот это просто споры споры все знаете я даже тут в чате видел в игровом споры все продолжаются горит не ходят тут горит плавает кто-то горит ходят споры продолжаются ужас 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 так мы сейчас доплывем короче с тобой до чем мы с тобой добиваемся с доличного острова поплывем мы с тобой этот именно сахар продавать именно этот сахар мы поплывем на серый остров повезем наш мне туда просто ближе мне просто ближно пустяна сурака у меня выarkanе есть напрямик ем ой чудес происходят мне туда хотя может на 40 кто сейчас ветер я на 40 может быть всплывной знаете почему по такой причине сам щас с ветер повернется сейчас будет вниз он против часовroit если поплы yes уреку то ветер сейчас мне в хорю будет опять дуть может ветер сейчас развернется он сейчас будет как расключается оттуда но если бы вот четвертый Вот, тут Джорджи... А, мне нечем Джорджи уже забирать, извините. Я хотел Джорджи немножко подтыркать. Не будем тыркать. Вот. Не будем тыркать, пускай это тут. Ребята занимаются. Понятно, чем они тут, правда, занимаются, не понимаю. Пускай фармят. Нам с тобой тоже надо пофармить звездявеньких. Мне уже получается, что, по сути, корабль-то у меня есть, не осталось только 1000 эскуда, ребят. 1000 эскуда где-то найти, да? А где его найти, 1000 эскуда? Правильно. Либо нафармить, либо купить на аукционе у игроков. А если у игроков на аукционе покупать, эскуда по 5000 стоит. Ну, допустим, мне 500 эскуда, надо по 5000. Это, ребят, дохрена, это 2,5 миллиона выходит. Столько деньги я тратить не собираюсь. Придется фармить самому потихонечку, не торопясь, ребят. Но будем фармить сами. Так, это выкладываем, оставляем только ядра, потому что мы крутые пацаны. У нас только ядра. Сколько мы с тобой заберем? Мы с тобой заберем, получается, 3000, 1500. Здесь еще останется. И это, на самом деле, много. Мне еще сундуки бы надо все пособирать, да? Много-много. А что у меня здесь? А у меня здесь это, да? Ну, 13 тысяч железной руды еще отсюда надо забрать будет. Ну, это как-нибудь потом. Все, поплыли. Иначе продавать это все. И отсюда-то выплыл. Блин, вот сюда бы выплыть. Так. 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 Давайте вот так вот сделаем. Ой, ледяной мой любимый. О, у него есть куда. Надо пофармить. Надо их пофармить, этих ледяшек. Ледяшек этих. Так, подождите. Я что-то как-то криво, да? О, господи. Мне вот так, да, сюда. Вот досюда, наверное, да, надо будет. Желательно придерживаться вот этой вот правой стороны. О, господи. С перегрузом. Мы доплывем до... Северный остров. Мы доплывем. Оттуда. Я тпхаться назад не буду, чтобы забирать еще 1500. Пускай лежит, и потом продадим. Вот. Второй заход я делать не буду. Пускай лежит, а он никуда не убежит. Сахар. Ну, что ты куда-то плывешь? Алло. Ну, конечно. Конечно, так и надо плыть. Конечно. Вот. Мы оттуда с тобой из бухты. Пошел в жопу. Стрелять своей солью. Мы с тобой оттуда тпхнемся на личный остров. Сюда. И здесь заберем сахар. Заберем... А, мне, подождите, по-моему, здесь еще сахар надо забрать. А здесь сад. Да, еще здесь сахар. Ну, с личного острова главное забрать сахар. И в Гельбионе, наверное. Либо в Сураку я его продам. Посмотреть по ценам надо. Надо посмотреть по ценам. Там вроде говорят, что в Сураку, в Гельбионе и в Ванеге. Там, по-моему, говорят, цены здесь везде одинаковые. Просто почему я поплыл, еще раз говорю, на серый остров? Потому что ветер, ребят. Сейчас ветер повернется. Сейчас вроде бы он нам более-менее, да? Сейчас он против часовой повернется. Если бы я поплыл бы на Сураку, что-то мне бы сейчас в харю дул. Хотя, может быть, я успел бы проскочить, но навряд ли бы. Вот. Но все равно так и так. Сюда все равно поближе как-то. Так что поплывем сюда. Потихонечку у меня предприятие приносит мне доход. Я потихонечку получаю доход. Это, всегда говоря, сахар везет. Дорогаш. Вот. Потихонечку получаю доход. Сахар потихонечку добываю. Дерево, руду. Восстанавливаюсь после максимального крафта. Да, я не помню, я говорил, нет. Я уже не помню, что я записывал. То, что я все корабли скрафтил, да? Я не помню, я говорил, нет. Я то есть все забрал. Все, ребят, все скрафчено. Все забрано. Все корабли, которые я ставил себе. Блин, тут звездявенький прям. Слушай, прям надо заняться. Надо заняться, ребят. Звездявеньких пофармить. Смотрите, сколько здесь прям плавает сладких. Сладкие апельсинчики. Вон там мандаринчик плавает сладкий. Мандаринчики, апельсинчики. Так нам вообще бы надо будет вот сюда держаться. Но это против ветра, охренеть. Ветер, а ты не хочешь поменяться сейчас немножечко? Вот как бы сместиться. Хотя я могу, в принципе, наверное, вот сюда вот проплыть. Мне кажется, это долго. Лучше вот здесь вот я немножко вот здесь вот прожмусь. И аккуратненько там проплыву. Вот сюда прям между островом надо. Между булок. Между булок, ребят, надо втесаться. Звездявеньких много. Кстати, не знаю, но на Нептуне я нормально его разберу. Надо будет попробовать. Нептун, да, наверное, в следующей серии. Купим с тобой, пофармим. Просто если что, потому что мне нужна эскуда. Как ты уже понял, да? Как я уже говорил сегодня. Ну, здесь эскуда, там эскуда. В принципе-то немного. Если... У меня вот 300 эскуда есть, да? Или сколько у меня есть их вообще эскуда? Сколько? 300, по-моему, да? У меня эскуда 342 есть. 342. Ну, 340, грубо говоря. То есть мне, по сути, надо еще 660 эскуда. 660. Вот. 660 мне надо. И что это получается? Это получается то, что... Если с каждого корабля такого будет выпадать даже по 1 эскуда, да? А бывает, там выпадает по 2, бывает по 3 выпадает. Но даже если по 1 будет выпадать, то... То, ну, мне таких звездявеньких надо замочить будет 660 кораблей. Ну, там, на самом деле, меньше. Я думаю, около 400 кораблей. Ну, допустим... Я то есть часть же могу все равно купить потом. То есть не обязательно, чтобы... Что я все прям буду фармить, прям всю тысячу. Я же смогу потом купить. Тем более у меня лямов 10 скоро будет. Скоро, я думаю, это через пару дней. У меня будет 10 лямов. Я, в принципе, могу себе позволить купить полностью эскудо. Сделать заказ. Частично в Сураку. Да вообще, в принципе, полностью в Сураку можно сделать. Или в Сан-Мартинесе сделать частично. Частично в Сураку. Чего у него нос черный? Чего у него нос черный? Почему? Чего у него там стоит? Я первый раз вижу, чтобы нос был черный. Вот. Ну, короче, можно сделать будет заказ. У меня будет 10 миллионов сделать заказ эскудо. Да, правильно же я посчитал по 5000, если и запросить. То 500 штук мне надо. А мне даже больше надо. Ну, допустим, 160 я смогу нафармить. Ну да, 2,5, да, получается, миллиона. 2,5 миллиона. Ну, отдам я 2,5 миллиона. Ну, можно сказать, за свою мечту. За... За этот отдаем. За шарик. Правда, он мне нахрен не нужен, ребят. Я просто себе на самом деле поставил цель. Наверное, многие спросят, а зачем тебе этот шарик? А что он такой классный? А что в нем такого классного? Ничего классного нету, ребят, в нем. Просто я себе цель, чтобы, знаете, хоть для чего-то в игру заходить, потому что в игре заняться нечем. Вот. Ну, я корабли скрафтил, которые я хотел. Заняться нечем. Тот мне там говорит, вот, тебе заняться нечем, вступай в гильдию, иди пвпшся. Делать мне еще нечего. Какой толк от этого пвп? Ты, когда вступаешь в гильдию, ты можешь скрафтить какой-то уникальный гильдеевский там корабль, который можешь только скрафтить, находясь в гильдии. Нет, нету. Ты можешь, не знаю, там, какую-то ратушу дополнительную построить у себя на личном острове, который тебе будет приносить какой-то доход, какую-то пользу, будет давать какой-то баф? Нет. Для чего? Просто пвпшится. Да нахрен надо? Просто пвпшится. Здесь неинтересно, ребят. Здесь дисбалансно есть корабли, такие как Октупус, да? Здесь есть дисбалансные ядра, такие как Тяжелые, да, по-моему, они сейчас называются. Тяжелые донатные ядра. Которые выносят все и вся по сравнению с обычными. То есть здесь дисбаланс в плане пвп. То есть нахрена мне это надо? И пвпшится здесь кто? Либо новички, которые чисто по фану это делают и не понимают, как это делать. У них нормальных ни апгрейдов, ничего нету, да? Либо это делают, ну, откровенно говоря, зажравшиеся игроки, у которых уже миллионы тонн ресурсов, они уже не знают, чем заниматься, у них всех склады забиты, все корабли изучено, все изучено. Им просто делать нечего, им скучно. Все. Вот такие вот игроки здесь. Либо такие, либо такие. Блин, сколько звездявеньких? Блин, прям, я не знаю. Я вот когда вижу звездявеньких, прям у меня слюнь текут, понимаете? Это как идешь около какого-нибудь там, какой-нибудь кафешки, а там шашлыком пахнет. Вот так же начинают слюни течь. Вот так же, ребят, начинают течь у меня слюни. Просто обидно, что кто-то их зафармит, их ресурсы заберет себе. Ну, ничего, ничего. Мы в следующей серии купим себе Нептуна. Попробуем этот великолепный корабль. Поплаваем. Насчет, кстати, предприятий. Вот не знаю, пополнять их еще, не пополнять. У меня здесь есть, в принципе, 1800 порционов. Не знаю, пополнять их, не пополнять. Можно, конечно, пополнить. Просто мне нахрен ресурсы вот сейчас не нужны уже. То есть куда мне их девать? То есть ресурсы будут копиться, склад будет забиваться. А для чего? Я думаю, наверное, вот эти порционы у меня закончат действовать. Я, наверное, здесь 200, здесь 100. Здесь тысяча еще порционов. Тысяча порционов. Блин, это на 20 дней, ребят. Ой, какой маленький. Акронис. Какой маленький, смотри. Так упалявый такой маленький. Маленький, маленький. Я уж его даже не заметил. Вот. И я думаю, порционы кончатся, я больше не буду их заряжать, пускать там капает. У меня есть, в принципе, навык прокачан, если что, этого. Навык самоснабжения. То есть если без снабжения, порционами рудники и мануфактуры продолжают работать, но медленно. Не работают для ферм. То есть это пускай работает. Все равно они будут мне какие-то ресурсы приносить потихонечку. Потому что если я буду играть, опять же, топить пиратов, там, звездявых, я и так там этих ресурсов насобираю. Да хрена. Потому что это на одних звездявых только сколько можно собрать бабулек. О, у тебя что он сейчас разберет? Ты что смеешься? 7000. Ну у меня 7000. Вот это самое противное для меня. Ох, ебки. Вот это да. Для меня самое противное это вот этот звездявенький. Может помочь, конечно. Но у меня ядер 300. Я бы помог. Иди наказывай его. Когда он там ремонтируется. Вот. И все? И все? 100 урона? 100 урона? 100 урона, ребят. Все, на что способен корабль второго ранга. Такие дела. Практически доплыли. Осталось полторы тысячи, пока тут болтали. Тут звездявенький, смотрите-ка, плавает тоже. Блин, надо, надо. Прям хочу, 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 хочу корабль. Нептун хочу. Хочу Нептун. Да, на этом, кстати, серия сейчас закончится, ребят. Уже скоро, если что. Если кто-то думает, что серия будет длинной. Нет, ребят, не будет длинной. Мы сейчас доплывем. Потом топахнемся сюда. Заберем ресурсы, дополним до 40. И на 40 их продадим. Все, и серия закончилась, ребят. Ссылочка есть в описании. Кто хочет поиграть, попробуйте. Ссылочка на игру. Также там есть код, который вы можете просто ввести при регистрации новых игроков в игре. Выводите этот код и получаете 3 дня премиума. И 3 слота для кораблей халявных. Кто хочет, тот введите. Кто не хочет, тот не вводите. То есть надо там, по-моему, только по ссылке перейти, либо код ввести. Либо так, либо так. Если кому-то охота, если кому-то интересно, то пожалуйста. Мне кажется, кстати говоря, вот как я уже говорил в начале серии, да, 17-го числа приблизительно, то есть это предварительная дата, то что 17-го числа будет обновление крупное, да, установлено. И, наверное, онлайн, как я предполагаю, подрастет на некоторое время, 17-го числа. Там, кстати, очень крупное такое обновление. Я вчитал, я очень много каких-то непонятных слов. Вот, но в принципе в голове сложил картинку, что там за обновление, да, что как будет. Перебалансировка всего этого будет. В принципе, многие беспокоятся о том, что когда ведут фракции, то мирные флаги, вот, под которыми я плаваю, да, то есть они пропадут. Никуда они не пропадут. Они также будут работать, просто там будут некие ограничения по входу определенной порты, точнее порты. Вот. То есть ничего, в принципе, так же и там будет. Для меня, как я уже говорил, в принципе, ничего с обновлением игры для меня не поменяется, потому что у меня цели не будет. То есть в этом обновлении нет какой-то цели. То есть к чему можно идти? Хотя не знаю, они бы там написали первую часть только этого обновления. Может, во второй части обновления они что-то интересное покажут. Потому что они, как там было написано в самом низу, то, что это как бы часть только от обновления, а вторую часть они типа попозже немножко покажут. Потому что там, может, донатные новые корабли какие-то ведут. Может, действительно, корабли какие-то не донатные, а даже просто корабли какие-то ведут, которые можно попрокачивать, вложиться туда ресурсами. Не знаю. Ну и также вроде как бы разработчики вроде бы хотят ПВЕ-контент увозить. То есть больше насыщать ПВЕ-контентом, потому что в игре заняться нечем. Вот тут чисто плавать от порта к порту и все. И страдать непонятно чем. Так, 2900 у нас здесь есть. Да, торговый дом. Смотрим рынок. Смотрим. Сахар 51. Это нормально. Цена для него, потому что по 30 на юге. Здесь 51. Здесь, кстати, ковры тоже по 40, да? Давайте продаем. Продаем все. 145 тысяч. Бац. 145 тысяч, ребята, я получил. За сколько? Не знаю. Минут за 15. За 20. Сколько я плыл-то? Сколько я болтал? Так, мы это все выгрузим сюда. Откуда? Откуда у меня здесь древесина? Пускай здесь лежит. Пускай здесь лежит. Так, мы это заработали, да? Так, мы... Переправа. Путешествием. Гоу-хом. Гоу-хом сделаем. Янки, гоу-хом. Да. Ушли мы домой. Забираем здесь... Какие порционы? Что, сдурел? Сахар забирай. Порционы. За порционами он тянется. Совсем дурак. Вот, заберем отсюда сахар. Потому что он еще, кстати говоря... Почему я решил его продать? Да, потому что он весит, ребят, по 20 килограмм за штуку. Вот, представьте, 20 килограмм. У меня 2,5 тысячи его здесь. По 20 килограмм. Это практически 50 тонн лежит просто здесь. Вот. И что бы я еще хотел забрать? Это я бы, наверное, хотел бы забрать отсюда. У меня здесь 12 тысяч угля, кстати, накапало. Благодаря производству вот этому угольной шахте четвертого уровня. У меня уже здесь много накапало угля, ребят. Порционы это вообще must-have. Я даже, знаете, посчитал. Давайте железную руду сберем. Сколько сможем увезти отсюда. Тоже немножечко. Я вообще... Полторы тысячи рыбы, ребят, надо тоже реализовать. Да, не забыть. Я, ребят, посчитал. И то, что понял, если порционы на аукционе покупать по 100-120 голды и отправлять даже на предприятие по производству железа, то это окупается. Можно на производство железа и на производство угля. Потом... То есть железную руду переделывать с помощью угля. Железные слитки. Железные слитки можно продавать. Их активно покупают игроки. Вот, они активно покупают. Из-за этого выгодно ими торговать. Раза в два, в три там окуп идет. В общем, выгодно. Тут кого-то гоняет. Угу. Прорыватским деревням тоже можно было проплыться. А зачем? Не знаю. Купить, к примеру, дешевый... Дешевого рома, который у меня и так... Сколько у меня вообще рома? У меня рома 43 тысячи. Куда девать, не знаю. Девать-то некуда. Цели нету. Морозилка плывет. Оп, морозилка пропала. Скоро морозилка у нас у всех будет в России. Уже холодно. Ноябрь. Скоро. Скоро ноябрь. Скоро будет холодно. Вот. Так. Че у нас здесь получается? 300 тонн. Склад-то, я думаю, надо улучшить, да? За 100 тысяч. Или не надо? Не, пока не надо. Ладно, пока хватает. 4,5 тысячи сахара здесь. Давайте посмотрим. Торговый дом. Че у нас здесь по сахару? 49. А подождите, а по-моему, бывают такие моменты, кто знаток в игре, подскажите, что, допустим, там какое-то должно быть событие, да? По-моему, вот здесь какое-то должно быть событие, что сахар в цене, ну и другие товары, они растут. Там на день или на два события какое-то происходит, что товары, какой-то дефицит товаров, что ли, происходит. В общем, цены вот на этот товар, они выше становятся. То есть там сахар не по 50, а по 65, к примеру, он продается. Точнее, покупается. 227 тысяч, ребят. То есть мы там продали на 140, да? И здесь на 227. То есть 300, 300, сколько, 60? Ну, грубо говоря, 360 тысяч, да? Продаем. 360 тысяч и плюс у меня еще здесь сахар-то остался. Полторы тысячи. Ну и здесь еще, короче, 400 тысяч, здесь еще 50 тысяч с лишним. 75 тысяч здесь. 75 тысяч. Вот. Еще продали. Еще мы вот. Мы продали, мы молодцы. 4 миллиона 400 тысяч. Здесь мы с тобой выставляем на биржу. Фрагмент чертежей у меня в Сан-Мартинусе выставлено. За 19 999. Самая лучшая цена. А здесь мы выставим с тобой, что правильно, здесь мы с тобой вытащим, выставим испепеляющие. Их купят быстро. И купят, вероятнее всего, перекупщики. Вероятнее всего. Да, их, вероятнее всего, купят перекупщики. Кто-то спросит, зачем ты продаешь испепеляющие? Они же такие классные, здоровские, да? Они классные, здоровские. Зачем ты их продаешь? Дело в том, что, да, вроде бы у них пробитие хорошее. Это 19, дистанция 150, но мне не нравится перезарядка. У нее 28 секунд. Была бы перезарядка, ну, 23 секунды, 24, то еще можно было бы, наверное, их оставить. Но 28 секунд перезарядка при пробитии 19 это очень много. То есть конкурент прямой у испепеляющих это серпантины. Серпантины можно скрафтить, а испепеляющие их можно только найти. То есть либо на обломках, которые в море, да, там полно, либо с звездявых, ну, либо в PvP с игрока попробовать снять, если у него там они стоят. Вот, и испепеляющие-то можно только найти. Все пушки, вот у которых, видите, есть звездочка, такая блеклая почему-то звездочка. Я не знаю, почему разработчики ее не сделают ярче, почему ее не сделают белой какой-то звездочка на желтом фоне. Не знаю, почему она такая здесь бледная, что ее плохо видно. Вот, это все со звездочками, где вот есть такая большая звездочка, вот здесь вот, это все пушки, которые можно только найти. Скрафтить их нельзя. И в этом еще один минус этой пушки. Серпантины. Серпантины, вот смотрим, у испепеляющей у нее 19 пробития, да. А у серпантина вроде бы 16 пробития, да, меньше. Но при этом у испепеляющей перезарядка 28, а у серпантина 16. И дальность тоже 150. То есть вроде бы по урону проигрывает на 3 единицы, но перезарядка, ребят, перезарядка на 12 секунд быстрее. То есть, по сути говоря, грубо говоря, грубо говоря, пока испепеляющая стреляет один раз и уходит на перезарядку на 28 секунд, вы из серпантинов можете два раза выстрелить. Грубо говоря, потому что там перезарядка за два раза 32 секунды будет. Но разница между 28 секундами и 32 секундами, то есть будет, ну, 4 секунды. Ну, я бы не сказал, что прям какая-то большая разница, с учетом того, что серпантины успеют выстрелить два раза. И при этом они дадут урона в 32 единицы за два раза, а испепеляющий только один залп за 28 секунд 19 урона. Да, кто-то скажет, там надо еще умудриться попасть и так далее. Я не спорю, да, надо еще умудриться попасть. Я лучше два раза выстрелю по 16, чем один раз за 28. Из-за этого я вот хочу серпантины себе поставить, попробовать. Как я уже говорил, в следующей серии, наверное, мы купим Нептуна. Вот, и поставим на него серпантины, скрафтим. Вот, а испепеляющий я, в принципе, не хочу. Если же он на серпантин, там скорость перезарядки поставить. Кромцы, да, там, по-моему, они называются. Там вообще перезарядка будет 13 секунд. Вот, то есть, ну, урона, да, больше у испепеляющего. Таким вообще образом мне проще судный калибр вообще поставить. Даже если брать судный калибр, ребят, судный калибр. У испепеляющего пробитие 19, а у судного калибр 24. И перезарядка у испепеляющего 28, да, а у судного калибр 24. Правда, дистанция, да, короткая, да, 110 против 150. В этом, конечно, да, испепеляющий будет выигрывать. Но на ближних дистанциях, если борт в борт, ты просто наносишь больше из судного калибра урона с более быстрой перезарядкой. Конечно, испепеляющий выигрывает на дальнем бою, но на ближнем как бы тут... Не знаю, такая спорная пушка на самом деле. Я узнаю, мне писали, по крайней мере, то, что некоторые люди из испепеляющих переходят на серпантины. Потому что, ну, их, во-первых, скрафтить можно, да, вот, и плюс перезарядка уж больно быстрая в них. 16 секунд. Даже у судного калибра 24, то есть... Вот, объяснил вам. Это, конечно, вкусовщина. Каждый плавает с тем, чем хочет. Кто хочет, там, плавает с этим. Все зависит от того, чем ты занимаешься. Вот, чем хочешь, на том и плавай. Хочешь вообще без пушек плавать, если тебе доставляет это удовольствие, пожалуйста, тебе никто не запрещает. Так, здесь стоит за 19 тысяч, да, видите, немножко цену сбрасывает. Но мы с тобой люди, мы евреи. Мы ставим с тобой за сколько? Правильно. Мы ставим с тобой еврейскую цену, мы с тобой евреи. Кто-то скажет, евреи так не делают, евреи делают. Ну, я знаю, как евреи делают, не надо, пожалуйста, мне врать. Вот так вот евреи делают, они составят цену Эльдорадо, М-Видео, 17999, ребят, только сегодня, только в Сураку. Но 152 из попеляющих продаются всего за 2 миллиона 735 тысяч. Пожалуйста, приходите, выгодная, самая выгодная цена, вы лучше нигде, ребят, не найдете. Хотя, на тот момент, когда вы будете смотреть эту серию, вероятнее всего их уже купят, потому что эта серия выйдет где-то через 5 дней после записи. Записываю, если кому-то интересно, я эту серию записываю 15 октября. А вот, когда она выйдет, числа 20-го. Так что, вероятнее всего, уже халяву купят. Вероятнее всего, а если не купят, то, ну, не купят. Да не, купят, 1799-то чё, это... Выставляем. Это халява, ребят, просто халяву отдают. Так, чё у нас здесь ещё? Опять я чё-то много болтаю, многим не нравится то, что я много болтаю. Говорят, ты чё-то много болтаешь? Геймплея нету, а много болтаешь. А чё, я виноват, что такая игра? Кстати, некоторые не знают, что сундуки, зачем сундуки, немножко объясню. В игре, в верхнем левом углу, немножко гайд. Немножко гайд. В верхнем левом углу, ребят, у вас есть золото. Да, оно у вас копится. Но это золото можно конвертировать. Заходите в мастерскую в любом порту. В любом порту заходите, значит, и здесь есть сундук. Да, сундуки. Вы можете конвертировать своё золото, которое у вас в верхнем левом углу, в сундуки. Для чего это делается? То есть я вот могу конвертировать 1 миллион в 2 тысячи сундуков. Для чего это делается? Кто-то спросит, а зачем что-то надо, куда-то там это? Для чего это в основном игроки делают? Для того, чтобы, если вы будете участвовать в PvP, то у игрока при прокаченной какой-то там, какой-то там перк должен быть, да? При прокаченном навыке я его не вижу. Или он не здесь? В общем, короче, есть навык прокаченный, который даёт вам вероятность ограбить своего соперника на 5% золота. Я что-то не вижу, я слепой, где-то здесь было. Вот, и, короче, когда вас на абордаж другой игрок возьмёт, то от вашей суммы он может отщипнуть, по-моему, если я не ошибаюсь, 5% вашего золота. То есть если вот у меня 4 миллиона золота, если меня сейчас какой-то игрок возьмёт на абордаж, да, потопит, то он у меня может 5% отщипнуть, это сколько 5% от 4 миллионов, это до хрена будет. Сколько там сотен тысяч, да, будет. Вот, он у меня, короче, заберёт это. Вот, и вы можете потихонечку-потихонечку так просто можете потерять всё золото. Он вас будет потихонечку отщипывать, отщипывать, да, если вы активно участвуете в PvP. Если вы не участвуете в PvP, то можно, в принципе, за это не беспокоиться. То есть можно переводить просто в сундуки, эти сундуки лежат, да, у вас просто копится. Вот мне бы надо перевести, но я переведу потом, чтобы у меня там лежали, вот, чтобы мне это. Да, вот, также их можно здесь как создавать в сундуке, потому что некоторые не знают, как можно создавать сундук с золотом. Здесь сверху же, вот, написано, разобрать. Также можно сундук с золотом перевести назад в голду. Но здесь есть один нюанс. Вы запаковываете 500 золота, а когда будете распаковывать, вам отдадут только 490 золота. То есть 10 голды у вас заберут как комиссия, как я понимаю. То есть отдали 500, заберёте 490 только, если захотите разобрать данный сундук. Потому что разработчик решил так сделать. Вот, не знаю, почему. Потому что разработчик это разработчик. Вот он вот так вот решил сделать. Так, а зачем я сюда переложил? Да, давайте распакуем. Я хотел распаковать сундуки. У меня 218 сундуков есть, разобрать. 106 тысяч. Ну, давайте, да, сделаем. 106 тысяч заберём. Да, сундуки я здесь все забрал. А у меня сундуки-то вообще где-то есть? Или сундук. Сундук. У меня 3600 сундуков. Личный остров 200, да? Личный остров. А, здесь у меня 75. Ну, 75 мне не сыграют никогда. А 200? Да, 200 мне сыграют. Ладно, мы там потом заберём. Потом, короче, сделаем. Да. На этом всё, ребят. Да? Как бы такая серия получилась. Немножко пообщались. Опять что-то я тут вам рассказал. Что-то не рассказал. Что-то вы это, что-то не то. Следующий серий. На чём мы с тобой в северных регионах? В северных. Вот это бы надо отсюда вывести. Наверное, мы начнём с тобой с того, что мы... Здесь что, 2400 рыбы у меня? Да ладно. И здесь 1500. Серьёзно, здесь 1500, и здесь 2400. У меня 4000 рыбы, прикиньте? Охренеть. Следующая серия, значит, мы начнём с того, что мы с тобой... Ну, мы, наверное, вот здесь немножко хозяйством займёмся. Нам надо уголь перетащить. Нам надо перетащить, наверное, с тобой уголь отсюда. Перетащить немножко сюда угля. Также перетащить железную руду. Немножечко, чуть-чуть. Наверное, забрать всё вот это вот хозяйство. Вот такое вот хозяйство, да? И вот такое вот тоже хозяйство бы забрал. И отвёз бы туда в Сан-Мартинос. Или здесь можно вообще это всё оставить. Я не знаю. Ну, немножко здесь хозяйством займёмся, короче. И потом купим Нептуна. И пофармим немножко на Нептуне вот так вот. Хозяйство, вы видите, понимаете, опять надо что-то делать. Что-то перевозить ресурсы туда-сюда. Что-то там передвижение, туда-сюда. Непонятно. Всё. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok